Я хочу предложить вам прочитать одно место из послания эфесянам, первая глава с 15 стиха. Павел адресует это место, если посмотреть из контекста, к людям нееврейской национальности, но принявшим Ишуа как своего мессию. Значит, Это призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая из тела Его полнота наполняющего все во всем. Значит, ну, последние стихи мы сейчас рассматривать не будем, которые указывают на то, какого звания удостоился Ишуа, да? Значит, меня интересуют вот следующие моменты. Значит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, что познали. Вот дальше вот очень интересно, то есть он молит о том, чтобы Господь дал Духа Святого, чтобы Дух Святой помог понять, уразуметь следующее, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его. То есть от Него есть призвание, значит, и это призвание сопряжено с определенной надеждой. Дальше, какое богатство, славного наследия Его для святых, то есть чтобы мы поняли, наконец, вот то богатство, ту ценность, которую мы имеем в Ишуа, и как безмерно величие могущества Его в нас. То есть, видите, надежда, богатство, наследие и безмерное величие могущества. То есть, смотрите, для бога очень важно, чтобы мы понимали и ценили то наследие, которое мы имеем. Понимаете, о чем идет речь? А теперь я еще один отрывок хочу прочитать. Бытие. 25 глава 29 стиха И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Отсего дано ему прозвание Эдон. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородству. Дальше, как история развивалась, помните? А теперь давайте сопоставим предыдущий отрывок. То, что для Бога важно, чтобы мы знали ценность своего, надежду своего призвания и богатство наследия, которое он приготовил, и могущество Бога, которое может совершить многое в нас. Для Бога важно, чтобы мы это знали, чтобы знать и использовать, и жить в соответствии с этим. Это не значит пренебрегать. Понимаете? Про Исава сказано, что он пренебрег первородством. И смотрите, я в свое время увидел очень четкую параллель между притчей Ишуа о человеке, который копал на чужом поле и получил это сокровище. И вот этой вот историей. Вот кто мне может сказать, что такое первородство? То есть в соответствии с писанием это «младенец мужеского пола, разверзающий ложественно». Скажите, пожалуйста, а если первая родилась девочка, а мальчик родился вторым, он подходит под это определение? Да. Он что, разверзает ложественно? Ну, он что, разверзает ложественно? Ну, так извините. Если есть четкое определение, значит, он под это определение уже не подходит. То есть первородство – это факт рождения первым мальчиком у своей мамы. Вот смотрите, есть тут кто-то, вот, первый мальчик у мамы? Ты, первенец, да? Вот скажи, пожалуйста, можешь ли ты мне за все деньги мира продать факт своего рождения у твоей мамы? Ну, то есть за какие деньги я могу встать на твое место и родиться вместо тебя первым? То есть вы понимаете, что первородство продать нельзя? Понимаете, о чем идет речь? Тут просто очень интересный момент. Что же тогда Яков купил, если первородство продать нельзя? Но тут не шла речь о благословениях, тут речь шла о первородстве. Просто смотрите, ну, то есть человек не выбирает родиться ему первым или вторым, понимаете? Это Бог определяет. Человек не принимает решение родиться ему в еврейской семье или не в еврейской. Это Бог решает, понимаете? Значит, и это, можно сказать, призвание каждого из нас. То есть Бог призвал меня родиться вот в семье в Кишиневе, да? Там кого-то из вас в другом месте родиться. Да, это вот в определенном смысле призвание. Вот Он призвал меня в этот мир именно вот по этому каналу, да? И не по какому другому. Я изменить это не могу. И продать этот факт, и изменить прошлое я тоже не могу. Значит, ну, смотрите, с призванием сопряжена определенная ответственность и определенные благословения. И именно вот этим вот Исаф пренебрег. Благословение он получить захотел, но не получил. Там дальше, если почитаете историю, там есть нюансы. Все-таки он получил не благословение Авраама из Хака Якова. То есть это благословение получил как раз-таки Яков, причем лицом к лицу. Значит, а Исаф он получил, ну, скажем так, благословение земли он должен был получить. А вот благословение завета должен был получить Яков. И Яков получил то, что должен получить, и то, чего не должен был получить. И в принципе никак не мог получить. Понимаете, то есть интересный момент, то, что получил Яков, первородство и благословение первородства, он никак не мог получить. Но интересный момент, Исаф пренебрег, а Яков оценил по достоинству. И если внимательно рассмотреть вот эту историю, в принципе, Якова можно обвинить, скажем, предъявить ему только то, что он схитрил. Но опять же, он просто был послушан до безобразия своей маме. Понимаете, он просто был послушан маме. Мама же, в свою очередь, руководствовалась интересными мотивами. Вот давайте мы посмотрим в этом же отрывке, вот 28 стих, Бытие, 25 глава, 28 стих. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу. Скажите, пожалуйста, было у Исаака, у папы основание любить своего старшего сына? Дичь была по вкусу. Вполне реальная, осязаемая, съедобная причина. Понимаете? Читаем дальше. Ревека любила Якова. А вот теперь вот просто сопоставьте. Папа любил старшего сына за еду вкусную, да? И, кстати говоря, старший сын за вкусную еду, в принципе, и продал свое первородство. Интересные закономерности, да? Значит, а мама любила младшего сына. Просто мама любила сына. Понимаете? Там есть еще интересные нюансы. Вот, кстати, никто никогда не задумывался, почему лучший костюмчик Исава, при том, что у него было две жены, хранился дома у мамы. Она же его пошла вот из своего шатера, взяла этот костюм. Она же не пошла в шатер к женам Исава, да? Она пошла в свой шатер, взяла этот костюмчик Исава, надела на младшего сына. Лучший костюмчик Исава хранился дома у мамы. Потому что мама, скорее всего, знала о своем плане. В смысле? Доховила его. То есть, смотрите, для Бога важно, чтобы мы знали богатство наследия своего. Значит, если мы им пренебрегаем, мы теряем. Скажите, пожалуйста, виноват ли в этом тот, кто его получает? Виноват ли я, если я получил твое благословение, потому что ты его пренебрёд? Нет. Хорошо. Теперь, значит, давайте мы попробуем вернуться. Значит, теперь давайте вернёмся к тому месту, с которого мы начинали сегодняшний день. Это Исайя, 46 глава, с 10 стиха. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что ещё не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и всё, что мне угодно, я сделаю. Я ограничусь пока вот этим вот отрубком. То есть, смотрите, у Бога есть определённые намерения. Значит, намерения в отношении спасения человечества, которые он реализует через завет. Значит, и продолжателем завета, по идее, должен был по первородству, по призванию от Господа, стать Исаав, но Исаав пренебрёг. Бог знал об этом, он об этом сообщил маме, если помните. И мама была очень даже в курсе. Мама там была очень даже духовная женщина. Там есть ещё один интересный момент в конце этой главы, где говорится, что Исаав сказал в сердце своём, что «вот приходят дни плача по отце моём, и я убью своего брата Якова». Что значит «сказал в сердце своём»? Задумал. Задумал. То есть, это произошло внутри. А дальше сказано «и пересказаны были слова его Ревеки». Вопрос, кто может пересказать? Ну, понимаете, только сердцеведец Бог. То есть, и Ревека, она слышала голос Божий, она руководствовалась во всей этой истории именно этим. То есть, Божий план, он всё равно реализуется. Просто есть люди призванные, которые следуют этому призванию, исследуют этот вопрос, понимаете. Они придают ценность вот тому, что Бог той миссии, которую Бог возлагает на них. Значит, есть люди, которые пренебрегают этим. И тогда Богу ничего не остаётся, как взять, и, точнее, скажем, Бог даже не отбирает, потому что написано «дары и призвания непреложны». Понимаете? Человек это, грубо говоря, оставил, пренебрёг, другой пришёл и взял, и воспользовался. И теперь давайте посмотрим на ту притчу. Кто виноват в том, что хозяин не удосужился исследовать свою землю? Кто ему виноват? Никто. Этот человек трудился на этой земле. Он нашёл этот клад, и он поступил совершенно законно. Он пошёл, выкупил эту землю, стал её владельцем и стал владельцем клада. Вполне законно. Понимаете? То есть, эмоции здесь абсолютно неуместны. Как бы в соответствии с буквой закона он поступил всё абсолютно правильно, всё чётко. Как бы, а теперь, смотрите, есть ещё одна такая интересная параллель. Значит, Израиль имеет определённую миссию от Бога. И не весь Израиль эту миссию на себя воспринимает, к сожалению. Значит, но в определённый момент на исторической арене появилась группа людей. Значит, как деяние 15 глава определяет эту группу народ из язычников во имя Господа. Значит, и этот народ, в принципе, не имея права, он получает определённые благословения. Значит, хорошо ли это для уверовавших из язычников получить такое наследие? Хорошо. Значит, но Бог, он, в принципе, богат наделить и тех, и других. Ну, вот как пример просто, вот смотрите. Значит, если, скажем, у меня есть факел, кто-то пришёл, вот зажжённый, значит, и приходит человек с потухшим факелом, я ему зажёг этот факел, у меня стало меньше огня? Нет. Нет. Хорошо, дальше. Значит, если, к примеру, у меня есть какое-то откровение, какое-то знание, значит, а у кого-то его нет, человек пришёл, я им поделился, стало у меня знание, откровение меньше? Нет. С благословениями, кстати, то же самое. Поэтому Ишуа говорил, даром получили, даром отдавайте, потому что он знает, что то, что он даёт, если мы этим начинаем делиться, его меньше не становится. Понимаете? Кстати, с материальным точно так же оно работает. Мы просто разделяем, вот здесь вот мы почему-то разделяем материальное и духовное. Ну, так нас научили. Научили и в этом мире, научили и в церкви, что материальное и духовное – это совершенно разные вещи, хотя Писание эти вещи не разделяет. Значит, теперь давайте мы вернёмся к Луке, 19 глава. Значит, мы говорили о том, что Израиль что-то должен был знать, он должен был знать время посещения своего, но не узнал, да? Потому что ты не узнал времени посещения твоего. Так, сейчас мы посмотрим, какое там в оригинале использовалось слово. Значит, смотрите, в оригинале слово «время» там стоит слово, я не знаю, как это по-гречески читается, словарное определение «kairos». значит, смотрите, вот есть у нас номера «Стронга», да? Вот, ну, все знают, что такое номера «Стронга» или нет? Значит, есть, скажем так, симфония номеров «Стронга». значит, возле, ну, есть издания соответственные, значит, в Библии возле каждого слова, вот, на русском языке или, если это Библия на английском, соответственно, на английском, значит, стоят цифры, значит, и вот в компьютере можно щелкнуть по этой цифре, в цифре открывается окошко, где мы можем увидеть, какое слово использовалось в оригинале, на древнегреческом или на древнееврейском, значит, какие варианты переводов оно имеет, в какой форме оно стояло. Плюс вот есть программка подстрочника греческого Нового Завета, где помимо самого перевода слова и формы, в которой оно стоит, есть еще словарное определение, то есть это слово использовалось в каких-то других древнегреческих произведениях, и вот в контексте, как вот это вот слово использовалось именно авторами того времени, понимаете, потому что слово на самом деле со временем тоже может трансформироваться и терять свой смысл. Значит, так вот смотрите, вот это вот слово, которое переведено как время-срок, да, значит, переводится, ну, используется в других древнегреческих источниках в таком значении. Надлежащая мера, норма, самая лучшая во всем мера, надлежащая пора, подходящее время, благоприятный момент, вовремя оказанная услуга, ну, это как бы вот там словосочетания, в которых вот это вот слово используется, то есть для того, чтобы лучше понять, вот, вовремя, своевременно, кстати, счастливый случай, удобный момент, воспользоваться благоприятным случаем или упустить благоприятный случай, время, пора вообще, как таковое, вовремя, обстоятельства, момент, пора, удобное место, подходящая точка, жизненно важный центр тела, то есть вот словосочетание, то есть это не просто время вообще, как таковое, значит, это именно какой-то определенный, конкретный момент, значит, который весьма важен, весьма значим, и он либо может обернуться благоприятными последствиями, значит, если оно понято, воспринято, либо негативными последствиями, значит, если мы прощелкали свой момент, значит, а теперь я хочу обратить ваше внимание на другой интересный отрывок, это книга «Левит», 18-я глава, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я Господь Бог ваш». Так, я прошу прощения, я не то место открыл, точнее, место то, но хотел не то. Так, я прошу прощения, 23-я глава, «Левит» 23-я глава, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания, вот праздники мои». И дальше идет перечисление праздников, начиная с Шабата, Песах, Опреснаки, Первый Плод, Шавот, Йом Труа, Йом Кипур, Суккот. И вот смотрите, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних». Кто слышал выражение «Еврейские праздники»? Слышали? А скажите, пожалуйста, а с какой стати они еврейские, если Писание говорит, что это праздники Господни? Ну, вообще-то это праздники Господни. А празднуют только евреи. «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». То есть дважды утверждается, что это праздники Господа. Давайте посмотрим, что означает слово «праздники». Вообще, в русском языке что означает слово «праздник»? У кого есть микрофон и поднятая рука? В русском праздники это веселье, хмельное какое-то. А если человек трезвенник и у него праздник? Или идеологическая, вот это 1 мая, что-то такое. Еще передайте, пожалуйста, дальше микрофон. Спасибо. «Праздник» — это праздное проведение времени. То есть ничего не деланье. То есть пустое. Праздное — это пустое. То есть смотрите, в русском языке праздник — это пустой день. Если это праздник граненого стакана или праздник взятия Бастилии, это уже вопрос второй. Понимаете? Ключевой момент — праздник. То есть пустой день. Ну, любого сейчас человека остановишь на улице и спросишь, что такое праздник, и ты пометаешь. Он скажет, не надо работать. Ну и здесь же что же не надо работать? Понимаете? Значит, смотрим, что же означает слово «праздник» в Писании. Значит, там используется слово «моэд», которое переводится следующим образом. Назначенное время, назначенный срок, определенная пора, назначенное собрание или встреча, назначенное место, место встречи, назначенный сигнал или знак. Есть, в принципе, одно русское слово, которым можно передать все значения, которые я сейчас перечислил. Назначенное время, назначенный срок, определенная пора, назначенное собрание или встреча, назначенное место, место встречи, которое изменить нельзя, назначенный сигнал или знак. Вот каким одним русским словом можно передать все эти значения? Свидание. Вот просто сами подумайте. Вот еще раз. Назначенное время, назначенный срок, определенная пора, назначенное собрание или встреча, назначенное место, место встречи, назначенный сигнал или знак. А теперь вот просто вдумайтесь. Я сейчас прочитаю, вот используя русское слово «свидание». «Объяви сынам Израилевым и скажи им о свиданиях Господних, в которых должно созывать священные собрания. Вот свидания мои». Это меняет восприятие вот всего того, что говорится дальше. А вот теперь у меня вопрос. А кто кому вообще назначает свидание? Не, по жизни. Вот так вот. Давайте просто. Любящие друг друга назначают друг другу свидание. Да? Влюбленные. Скажите, пожалуйста, если вот, ну, кто-то может вспомнит молодость, тряхнет стариной, значит, был или была влюблена и назначили свидание. Вот тот человек, в которого влюблен или влюблена. И начинаем придумывать отмазки, чтобы не пойти. Да. Скажите, пожалуйста, здесь все верующие? Все господни? Все работают в субботу? Я работаю в субботу. Раз. Еще. Кто работает в субботу? Я работаю в другой день. Об этом поговорим в другой раз. То есть Господь назначает свидание, а мы говорим, подожди, мне есть чем заняться сегодня. Ну, как бы, по ходу, просто, знаешь, вот когда я еще жил в Кишиневе, ходил в харизматическую церковь, но уже, в принципе, понимал, что шаббат это, в первую очередь, благословение для меня, значит, я начал усиленно атаковать свое начальство. У меня вот два директора, они, ну, как совладельцы фирмы были, значит, офисный директор, он ходил в мессианскую общину, и он сказал, да ради бога, можешь не работать. Значит, а технический директор, с которым я непосредственно постоянно общался, он говорит, ну, ты же знаешь, я тебя без дела на работу не вызываю, поэтому, если надо, работать будешь, если не надо, то делай, что хочешь. Как бы, я искал путей, вот, чтобы в субботу не работать, а посвятить этот день Господу. И, как правило, в субботу надо было выходить, только потому, что в пятницу вдруг какой-то клиент пришел вечером и сказал, вот, мне нужно вот это вот там, чаще всего это нужно было на понедельник. Я вот этому своему второму шефу говорю, послушай, вот, в чем принципиальная разница, вот, если я вот это сделаю в субботу или в воскресенье приду после служения и сделаю. Это же на понедельник нужно. Важно, чтобы оно в понедельник утром было готово. Давай так договоримся. Если вдруг будет, ну, такая ситуация, что вот действительно надо в субботу выйти, я выйду, потому что ты начальник, я, я тебе послушаю. Согласен, согласен. Так вот, реально, за год я только два раза выходил в воскресенье после обеда. Ни в одну субботу я не работал. Я просто принял для себя решение, я попросил Господа, чтобы он в этом посодействовал. И я скажу, что если к этому стремиться, то Бог выйдет навстречу и поможет. Вопрос в другом, насколько ценно для нас эти свидания, насколько мы действительно их осознаем, понимаете? вот именно как свидание. Потому что вот момент, если внимательно исследовать праздники, они имеют, во-первых, исторический характер, то есть они описывают, они даны для памяти каких-то событий, которые произошли с Израилем, понимаете? Вот шаббат, это в память о том, что Бог есть творец земли и неба, да? плюс ко всему шаббат является знамением того, что еврейский народ в завете с Господом, творцом неба и земли. То есть, понимаете, как бы, ну, значит, это подобно обрезанию. Вот если ты видишь человека с явно выраженной семитской внешностью и обрезанного, как в том анекдоте, Рабинович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте, да? То есть, идея понятна, да? Обрезание явно говорит о национальной принадлежности того или иного индивидуума, значит, хотя это может быть и Араб, тут нужно уточнять. Значит, точно так же шаббат является признаком того, что вот человек помнит, о том, что он в завете с Господом или нет. И сейчас, чтобы вы понимали, я это говорю не в упрек. Я просто сейчас открываю то, чем это действительно является и чем оно должно быть. Потому что, значит, смотрите, помимо того, что это напоминание о каких-то определенных событиях, Песах, это исход, да? Праздник опресников, это напоминание о том, что вот поспешно выходить нужно из рабства, не оборачиваться назад, не искать себе какой-то выгоды, а вот именно вот быстро выскочили. Причем, смотрите, там тоже очень интересный момент, очень классный образ Писания нам дает мацы. Смотрите, современный раввинистический иудаизм говорит, что маца должна быть сделана из муки, которая выращена где-то там на полях Израиля, там кошерно все, там ни капельки хамеца, дрожжей, там быстро-быстро должна быть приготовлена все. что, простите, но Писание говорит, что там отца, она была бесквасной, потому что тесто не успело вскиснуть. Они сделали, как обычно, тесто с дрожжами. Они просто так быстро выбегали из Египта, что оно не успело вскиснуть. Вот интересу ради, кто-нибудь когда-нибудь готовил хлеб, делал? Да. Сколько времени нужно тесту, чтобы вскиснуть? Ну, 3-4 часа. То есть вы представляете себе, какой должна была быть скорость выхода из Египта, чтобы тесто не успело вскиснуть. То есть тесто было с дрожжами. Теперь смотрите, Писание говорит, Писание Нового Завета говорит, что мы должны быть, как опреснаки, бесквасные. Те опреснаки остались бесквасными по одной простой причине, что они очень быстро попали в огонь. Мы ходим еще в таких телах, в которых закваска есть. Или кто-то может возразить. Закваска греховная в наших телах есть. В нашем духе ее нет, возрожденном. Дух дает силу душе управлять этим телом. И вот как только мы чувствуем, что закваска начинает бродить, приходят греховные мысли, желания, мы тут же должны бежать к Господу. Понимаете? И тогда мы остаемся бесквасными. Если мы позволяем этому бродить в нас, то мы согрешаем. Есть, конечно, тогда и очищение, но лучше до этого не доводить. То есть вот прообраз той мацы, это прообраз нас в Господе. Понимаете? И это действительно дает понимание, что просто многие люди задаются вопросом, я вроде рожден свыше, откуда вот эти желания? Да желания не из духа нашего приходят. Все с нами в порядке. Понимаете? Просто эти желания нужно тут же приносить Господу и просить, чтобы он очистил. Значит, перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok